Для того, чтобы достичь хорошего уровня здоровья, быть здоровыми и счастливыми, нам необходимо принимать качественные продукции. Как в таком разнообразии продукции определиться, не забудиться и найти действительно то качество, которое нам будет помогать? Дело в том, что мы имеем дело с особым товаром. Самостоятельный человек, потребитель, он не может определить качество той или иной таблетки или напитка, сиропа. Здесь требуются уже специалисты, здесь требуются лаборатории, здесь требуются точные исследования, здесь требуются только специалисты. И поэтому, для того, чтобы исключить негативное воздействие на организм человека, лекарственных препаратов, БАДов, нам на помощь пришли сертификации, сертификации, которые называются JMP. К сожалению, очень мало времени, я хотела коснуться причин появления, но только в двух словах. Сподвигло на появление таких строгих правил, это опять же наша жизнь. В прошлом столетии происходило очень много трагических событий, связанных со сметельными случаями после применения некачественной лекарственной продукции. Один пример. В 60-х годах около 10 тысяч детей было рождено с родственными только после того, что их родители принимали с собой препарат надворный, который рекомендовали врачи беременным женщинам. Это потрясло мир, всю общественность, и они потребовали от родительства, чтобы они их защитили от некачественного продукта, который может поступить на рынок. И поэтому в 1963 году в Америке был создан такой, принят такой очень закон, который мог защитить потребителя, это JMP. Что же такое JMP? JMP это правильная производственная практика. Дело в том, что производительный форт не может быть мелочей. Это, как я сказала, особый товар. И поэтому, во-первых, это правильная производственная практика, это стандарт производства лекарственных средств. Дополните, JMP это фармация, это фармацевтический знак качества. Далее, производственная практика обеспечивает правильный производственный процесс. То есть на упаковке не должен стоять на качестве JMP. Это производственная практика. Здесь зачем нужны правила GMP? То есть мы поняли, это защита потребителя. Обеспечивает прежде всего безопасность препарата. Это лекарственное средство, это БАДы, это то, с чем мы с вами работаем, то, что мы принимаем. Далее, идентичность и эффективность. Здесь уже говорилось о высокой или низкой биодоступности. Для того, чтобы действующее вещество попало в кровь и стало работать, надо, чтобы оно было приготовлено с точностью и давало эффективность. Действие произведенного продукта, то есть заявленное действие должно быть так, как заявил производитель. И еще очень важный момент, это защита потребителя от некачественного продукта. Это главное назначение многокачества GMP. И еще есть один момент, это обеспечение выполнения правил международной торговли. Почему? Когда GMP в 1963 году в Америке его приняли, затем в 1968 году Всемирная организация здравоохранения его утвердила, а в 1969 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам изготавливать лекарственные препараты в соответствии со знаком качества GMP. СССР, к сожалению, отказался от этого предложения. Так я хочу сказать, что когда вот эти были случаи, очень массовые, просто массовые такие трагедии, которые происходили со смертельными исходами, то государство-импортеры попросили Всемирную организацию здравоохранения защитить их потребителя от некачественного продукта. То есть здесь надо две позиции учесть. Это защита потребителя в своей стране и защита потребителя в другой стране. То есть знаку качества GMP доверяют все страны, а их больше 140 государств, которые работают по GMP. Это международная торговля. Что это значит? Если берет страна какой-то продукт из другой страны, она должна быть на 100% уверена в качестве этого продукта. И она не будет перепроверять на своем производстве. Это доверие прежде всего между государствами. Это очень важно. Далее, какие же требования предъявляются к этому знаку GMP? Очень строгие требования. Как я сказала, здесь мелочей быть не должно и не может. Это здоровье человека, это жизни человека. Здесь 20 тысяч пунктов рассматривает знак качества GMP. Вот я здесь выделила самые-таки основные, потому что 20 тысяч, вы понимаете, невозможно совершенно вместить. Что нужно понимать? Знак качества GMP – это обязательный знак качества. И контроль осуществляется именно государством. То есть государство контролирует, как выпускается тот или иной препарат и работает производство. Почему неукосительно надо выполнять эти требования? А потому что разночтений здесь не должно быть. Я читала о GMP, что писал один из людей, который у стоков стоял со здания GMP. Он говорил, что приехал с инспекции на один из заводов. Это 70-х годов было. Пыль 2 сантиметра. Там где-то плетированная форма производится. Там плетень на стенах. Естественно, это надо устранить. Через некоторое время он приезжает, а все полы в цехах коврами распланы. Это было на самом деле, это история. А что он может сказать, где написано, что ковер нельзя постелить на цирке? Понимаете? Этого нигде не прописано. И поэтому специалисты, это первые были американцы, потом Европа присоединилась, они четко разработали, что здесь в первую очередь. Во-первых, контроль качества, входной контроль качества. Это что должно быть? Сырье, исходные все материалы, контроль всего технологического процесса и так далее. Обязательно какая-то ситуация персонала. Это обязательное условие. Дальше требования к производственным помещениям. Здесь очень важно даже такой момент, какой краской покрашена поверхность, чтобы ни в коем случае не было реакции на компоненты, между компонентами и поверхностью состава, чтобы никакой реакции никакой не происходило. Это тоже влияет на качество продукта. И далее чистые цеха. Шлюзовая система. То есть стерильность должна быть безупречной, и только тогда можно выпустить качественный препарат. И требования гигиены и так далее, и так далее. Требования к технологии, требования поставлять продукции. То есть здесь мелочей быть совершенно не может. Это очень важный продукт. Это очень важный продукт. Что еще можно сказать по GMP? Вы знаете, это вообще очень интересная тема. Говорить очень можно много. Но самое главное надо понять, что GMP – это защита, в первую очередь, здоровья. Защита потребителя от некачественного продукта. Предыдущий аккаунт наш уважаемый доктор коснулся Е. Мы Е представляем таким образом. Когда приходят нам клиенты и говорят, «О, да у вас там продукции, столько Ешек, мы их не будем принимать». Мы говорим, «А что вы знаете о Е?» Посмотрите, мы пошли каким путем. Есть Е, да, синтетические, есть натуральные. Но опять же, если в нашем продукте есть даже синтетическое Е, этого тоже бояться не надо. Она очень высокой степени очистки. То есть наши GMP работают не только на сам продукт, на действующее вещество, но и на дополнительные компоненты, которые входят в состав этого лекарственного препарата или БАДА. Почему? Опять же, можно все правила GMP выполнять, но если исходное сырье вы взяли грязное, если непроверенное вы взяли там с примесями, а примеси бывают ядовитые, от которых тоже много светильных случаев было, то опять же качества не будет. И еще обратите внимание, мы на презентацию говорим, наша капсула, наша капсула, она делается не из желатина, который из крупной рогатого скота. Это тоже нет, нет, проста. После 80-х годов, когда коровье беженство было, многие производители отказались от применения этих капсул. Почему? Коровье беженство. Может все прекрасно быть, все 100% без примесей внутри капсул, а сама оболочка человеку навредит. Вы понимаете, мелочей здесь нет. И наша компания, она все эти законы, все эти правила неукоснительно выполняет. Яблоко, посмотрите, вот еще вернусь, и когда нам задают вопрос о ежках, а приведите пример, здесь 28 е. После этого вы откажетесь принимать? Есть яблоко. Это природный компонент. Вот посмотрите, здесь эмульгатор, у телителей вкуса и запаха, все-все, что есть в наших продуктах. Далее, это производство продукции Вивасан. Видите, на каких заводах. Что еще хочу сказать? Швейцария очень высокотехнологичная страна. За всю историю 16 нобелевских лауреатов было в Швейцарии, в области химии, в области медицины. Представляете, какой уровень медицины в Швейцарии? А мы с вами используем швейцарский продукт. А теперь, ну, по GMP, наверное, больше не буду говорить, время уже заканчивается. Попросили еще дать сравнительную характеристику оптичных препаратов и продуктов Вивасан. Понимаете, здесь можно дать сравнительную характеристику практически по любому продукту. Что мы сделали? Ну, так как мы все молодые бабушки, у нас есть внуки, мы используем какую-то продукцию. Здесь, для примера, банальная просто простуда. Когда заболевает, предположим, у нас ребенок, у нас, как правило, все идут в аптеку. Что назначает доктор? Это капли, это противодистаминные антибиотики, очень часто любят жаропонижающие и так далее. Как мы сделали эту таблицу? Вот, перечислили побочные действия. Их никто не читает. Абсолютно никто не читает. После применения обычных капель, которые, якобы, помогут дышать вашему ребенку, вы представляете, какие проблемы вы своими руками, вы за свои деньги, вы покупаете к своему ребенку. Это сердцебление, это ритмия, это повышение давления, вы представляете, это сухость и так далее. А вот Эриус, меня больше всего впечатлил, оказывается, эффективность и безопасность у детей в возрасте до 12 лет еще до конца не изучена. Это данные приводятся докторами, а Эриус любят назначать грудничком. Это лекарственная форма детская, понимаете, она безобидна. Антибиотик, мы прекрасно знаем, помадол, посмотрите, страшные какие противопоказания, аскорбинка. А витамины, вы знаете, с докторами общалась, они говорят, очень многие витамины, аллергические реакции вызывают у детей. А вот, пожалуйста, наш девяносант, посмотрите, какая прекрасная альтернатива для ребенка. Крем-тимьян, бальзам-альпийский трав и стоимость, когда говорят, ой, дорого, я рассчитала, бальзам-альпийский трав на год 85 копеек в день. Дорогие, слушайтесь, 85 копеек в день, это же просто, если мы будем так рассчитывать, показывать, это же просто копейки получается. Здесь идет расход, насколько мы уже знаем, предвидительно, насколько хватает нашей продукции, а это в день, можно посчитать в месяц, пожалуйста, как вам нравится. То есть, эта вот сравнительная характеристика помогает показать аптеку. Здесь ни в коем случае аптеку отвердать нельзя, она необходима, но и карсинный препарат, это скорая помощь. А когда есть альтернатива, когда можно помогать детям, там, взрослым людям, давать им продукты, которые не принесут, предать, это надо делать. И, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. И нам всем очень повезло, что у нас есть знак качества «Гринвейс», он такая прекрасная продукция, и я думаю, нам всем это поможет в работе. Это безопасность, это благополучие человека, это его здоровье. Спасибо.